Двигаемся дальше. Следующий спикер Сергей Кобиц, руководитель разработки платформы SmartMarket. Больше 12 лет Сергей создает софт разных масштабов, от небольших прорывных стартапов до сложных продуктов для банков и федеральных министерств. Сергей, тебе слово. Всем привет, меня зовут Сергей Кобиц. В Сбердевайсе я занимаюсь созданием платформы SmartMarket. В целом, ну и в частности занимаюсь развитием инструментов разработки, которые SmartMarket поставляет на внешний рынок. Сегодняшний доклад я посвящу презентации наших инструментов, но сделаю это не просто в стиле презентации, а сначала поставлю, обозначу те проблемы, которые они вообще в принципе призваны решать. Ну, как неоднократно, в общем-то, мы рассказывали на прошлых наших докладах, SmartApp в целом это самое обыкновенное приложение, работая в каком-то бизнесовом домене и закрывающая какую-то вполне конкретную пользовательскую потребность. Это может быть там заказ такси, просмотр фильма, прослушивание музыки, в общем-то что угодно. Вот. Зачем мы вводим этот термин, ну и вообще что в него вкладываем? Дело в том, что в рамках нашей концепции есть две как бы серьезные проблемы, которые надо решать. Первое — это проблема мультимодальности, потому что SmartApp — это приложение, которое должно как бы исполняться, ну либо быть доступным на наших самых разнообразных поверхностях, как с каким-то аппаратным воплощением вроде там портала или Сбербокса, так и просто встраивание ассистентов в какие-то существующие мобильные приложения вроде там Сбербанк Онлайн. Вот. Очевидно, что в целом это очень разные поверхности, как бы презентационная часть приложения, там грубо говоря для Сбербокса, там в 4К-телевизоре и маленьком телефончике, ну в теории должна быть совершенно принципиально разной. Это как бы первая часть проблемы. Вторая часть проблемы, что все эти поверхности поддерживают разные как бы способы ввода пользовательского, вот и при том этот перечень способов ввода, он различается от поверхности к поверхности. Вот скажем, Сбербортал поддерживает их все, соответственно, есть возможность ввести текстом, сказать голосом, выбрать что-то тачем, там он распознает жесты, там распознает эмоции. Для того же Сбербанка Онлайна, ну понятное дело, что список меньше, в принципе для телефона не очень характерно даже проговаривание каких-то фраз, и клиент часто просто пишет в чатик. Вот. Соответственно, задача, которая в принципе ставится перед смартапом, это быть созданным таким образом, чтобы поддерживать все возможные модальности. Вот. Очевидно, что если бы мы просто вывалили это требование на разработчиков, то создать смартап было бы достаточно сложно. Вот. Поэтому были предприняты определенные усилия для того, чтобы эту задачу максимально упростить. Первое. В общем-то, как мы ранее также рассказывали, мы сейчас выделяем три типа смартапов. Это canvas-апы, chat-апы и native-апы. Вот. На самом деле, это не случайный как бы вот типов этих приложений, потому что они на самом деле очень сильно зависимы от той поверхности, на которой они могут исполняться. Скажем, самая переносимая часть, chat-ап, может быть запущен в принципе на любой поверхности, где представлены ассистенты. Вот. Сделано это в первую очередь за счет того, что, по сути, портируемая часть ассистент СДК, а это некий набор библиотек, которые мы поставляем в девайсе приложений, которые встраиваем в себя как ассистента. По сути, портируемая часть включает в себя плеер, который может отражать презентационную логику, по сути, фронт-энд, не в зависимости от того, что это за поверхность, примерно одинаковым образом. Естественно, это сделано за счет как бы существенного упрощения фронта. По сути, это просто текстовый ответ, обычный чатик, который может быть обогащен карточками, в перспективе видео, произвольными звуками и чем-то еще. Ну, как бы несомненный плюс — это абсолютная портируемость. И при этом есть еще две истории. Первая — это native app, для которых презентационная часть смарт-апа — это, по сути, обычная Android-апк-шка, в целом ничем особо не отличающаяся от того, что приходится делать по разработке под обычный телефон. Ну, за исключением того, что нет сервисов Google, а вместо них есть энное количество библиотек под различные сервисы. Вот. И веб-представление. Третий уровень абстракции ассистанта с ДК. Чисто технически из себя это представляет достаточно простую историю. Дело в том, что мы можем в рамках некоторых наших поверхностей в принципе стартовать внутри этой поверхности просто браузер. Но это не совсем браузер. Это определенный, как бы сильно изолированный браузер, запускаемый в хитрой песочнице. Но, как бы, несмотря на это, в нем может быть отражен, в общем-то, абсолютно обыкновенный веб-сайт с точки зрения презентационного слоя. И между всеми этими историями есть еще один общий аспект. То есть, если понятно, что есть как бы три способа создать фронт-энд, в общем-то, энное количество способов создать бэк-энд, но все эти поверхности объединяют требования, что все они должны уметь работать с вводом, основанным на естественном языке. Соответственно, в рамках смартапа всегда появляется сущность сценария. Что это такое и почему без этого тяжело? Соответственно, в любом классическом приложении, будь то веб-сайт или обычный Android APK, в общем-то, важен тот факт, что, по сути, все, что может сделать клиент, оно плюс-минус закодировано на этапе разработки. Вот на этой диаграммке, к примеру, это что-то похожее на приложение таск-трекера. И, соответственно, на этапе разработки я понимаю, что у меня есть кнопочка, в которой пользователь может посмотреть свои таски. Вот что ломается, если ввод основан на естественном языке? Ну, во-первых, понятно, что, в частности, голосового ввода преобразование из голоса в текст могло идти с ошибками. Причем до такого уровня, что, в общем-то, и поменялся смысл. Это может быть необязательно связано, и, как правило, не связано с качеством самих алгоритмов, а, как правило, это какие-то сторонние причины, там, моргание сети, плохой Wi-Fi, шум на фоне и все прочее. Вот вторая проблема — одну и ту же просьбу можно выразить огромным числом перефразировок. Это не просто кнопочка. Очень сложно угадать, каким именно образом пользователь будет запрашивать свои задачи на этот спринт. Вот. И представить конструкцию, в которой мы построили огромный if-else со всеми возможными комбинациями, достаточно сложно. Третья проблема — фильтры и прочие параметры запроса не всегда присутствуют в исходной фразе от клиента. Что тут понимается? Ну, соответственно, вот примеры здесь озвучены. Вот какие задачи назначены на меня, на этот спринт. То есть тут есть два параметра — что назначено на него и именно на этот спринт. Если бы он сказал просто, какие задачи назначены, то стал бы вопрос, собственно говоря, для кого, на кого и на какой период. Соответственно, в голосовых сценариях всегда присутствует определение полноты запроса. И в случае, если она не достигнута, соответственно, есть возможность доспросить. То есть смоделировать со стороны сценария доспрашивание недостающих вещей. И последняя проблема, о которой, в общем-то, очень много что можно рассказать. Ну, в целом, как бы достаточно непривычный UX. Притом не только с точки зрения пользователя. Для него это может быть и вполне комфортно. Но и с точки зрения того, как это переложить на конкретную реализацию. Опять же, классические приложения, они достаточно последовательны с точки зрения своих экранов. Если я пошел смотреть задачи, то я, соответственно, провалился по какой-то кнопочке типа задачи. Если я пошел смотреть там еще что-то, по какой-то другой кнопочке. Как бы вход в смартап может быть как бы не обязательно сначала сценария. То есть нет последовательности. То есть то, что в классическом приложении было бы серединой, в приложении, основанном на голосе, это может быть просто то, с чего в принципе начался диалог с пользователем. Ну, пути решения этой проблемы, в общем-то, немало. И достаточно очевидны, что просто нужен какой-то компонент, сервис, который закрывал бы следующие требования. То есть умел бы самостоятельно учитывать всевозможные перефразировки, опечатки ошибки, умел решать задачу извлечения запроса различных именованных сущностей, там, дат, локации, имен собственных, там, фамилия и отчества и всего прочего. Мог, соответственно, доспрашивать у пользователя какие-то данные, которых не хватает, и, что важно, запоминать о том, что он уже когда-то спрашивал, чтобы не спрашивать повторно. Ну, и как бы основное назначение, в общем-то, такого сервиса, в конечном счете, это превратить запрос на естественном языке в такую же очевидную команду для обычного бэкэнда, которая была бы и в классическом приложении. Ну, как бы обобщив все сказанное, можно, как бы, дать, как бы, более полное определение, что же такое смартап. Вот, ну, как бы, в нашей, как бы, топологии мы определяем его как просто приложения, в которых есть четыре ярко выраженные части. То есть это презентационная логика, которая зависит от того, собственно, к какому типу он относится. Это вот сценарная логика, которая, вне зависимости от презентационной, способна работать с запросами на естественном языке. И классическая часть приложения, обычная интеграционная, которая, в общем-то, ничем не отличается от чего-то подобного, там, где угодно. Вот, соответственно, сегодняшний доклад, он будет больше посвящен именно сценарной логике. И в рамках сценарной логики платформа поставляет ряд определенных сервисов разного характера и назначения. Ну, то есть среди этих сервисов есть вещи, как достаточно классические, вот на этой диаграмме они называются smart services. Это, по сути, определенные бэкэнды, которые в нашем случае могут исполнить, ну, какую-то вполне конкретную неэмельную задачу. Скажем, добавить пользователю события в его календарь, отправить пуш-уведомления на телефон, дать доступ к какому-то обобщенному профилю этого пользователя, содержащий какие-то данные о нем. Ну, или вот SmartPay, тоже пример такого смарт-сервиса. Соответственно, следующий кусочек — это NLU-сервисы платформы. Они в SmartApp всегда поставляются по умолчанию. То есть, вне зависимости от того, каким образом SmartApp был создан, в том числе и на WebHook, определенная предобработка всегда по умолчанию доступна в конверте сообщения. И, соответственно, чуть-чуть более расширенная история. Для разработчиков, которые выбирают наш граф-код и Brain, соответственно, доступны инструменты разработки, непосредственно IDE, в которых навык создается. Доступны среды исполнения. Навыки, созданные в этих инструментах, не требуют дополнительного приобретения серверов. И прямо из IDE их можно отправить в пром нажатием одной кнопочки. Модерацию, естественно, пройдя. И NLU-сервисы среды исполнения. То есть, это определенный набор предобученных, обучаемых алгоритмов, которые разработчик, по своему усмотрению, в конкретном сценарии использует. Это могут быть как задачи классификации, так и задачи извлечения именованных сущностей, слот филинга в целом, нормализации текста и всего прочего. В общем, характерного длинномена. Ну, соответственно, неважно в графе или в коде. И в целом, реализация вот этого квеста, каким образом таск-трекер превратить в смартап, в общем-то, выглядело как просто добавление к существующему бэкэнду некого сценария, написанного на встроенном DSL, который бы исполнялся в предлагаемом движке. Теперь немножечко подробнее о самих инструментах. Начнем с самого простого. Это граф. В принципе, его позиционирование — это инструмент, доступный кому угодно. То есть не предполагается, что человек, его использующий, знает вообще хоть что-то. То есть не нужно уметь программировать, не нужно знать ничего о e-mail, ну, надо иметь просто свободный вечер и желание почитать немножечко доку. В общем-то, всю логику графа, ну, механику можно объяснить всего в одном слайде. Как бы сценарий на графе создает, это, по сути, машина состояния. Каждое состояние этой машины может относиться, грубо говоря, к трем крупным типам. Либо это мы что-то отвечаем пользователю, мы можем это делать изображением, текстом, карточками, списками. Либо мы каким-то образом обрабатываем информацию от пользователя. Соответственно, вот здесь на этой палитре три самых ходовых кейса, когда нам просто нужно заполнить в переменную тот текст распознанный, который он сказал, обработать номер телефона или числа. Вот, ну, как бы самый продвинутый здесь вариант — это возможность использовать интент, что, в принципе, под ним понимается. Интент в целом — это просто бинарный классификатор, который выдает вероятность, ну, здесь это скипается, он просто выдает факт, оно или не оно. Вот. Относится ли заданная фраза, ну, к какому-то нами заданному домену. Ну, скажем, мы сделали интент согласия, вот он такой есть, предустановленный на палитре, который, по сути, обучен на фразах типа «да, хорошо», «дайте два» и еще что-нибудь в этом духе. Вот, соответственно, мы добавляем интент согласия в сценарий, и нам больше нет потребности, ну, как-то явно кодировать все реакции пользователя, когда он хочет согласиться с чем-то. Вот примерно на таком принципе, в общем-то, и строится сценарий в графе. Вот, соответственно, для очень простых сценариев вот ответа ассистента и ввода пользователя достаточно, вот, но, как правило, требуется все-таки сделать какой-то бэкэнд, который бы содержал обычную классическую бизнес-логику. В графе это возможно, использовать такой бэкэнд за счет того, что в него встроена возможность сделать просто HTTP-запросы к произвольным сервисам. Соответственно, разбирать ответы, ну, использовать этот ответ дальше по обычной классической логике диалога сценария. Ну, плюсы графа, в общем-то, плюс-минус очевидны. Это как бы нулевая квалификация, требуемая на вход. Это лоукод-инструмент, в общем-то, несмотря на то, что в нем есть там джаваскриптовые выражения, но это уровень погружения, чтения первых трех страниц JS для чайников. Вот в графе возможно использовать кастомную XML-разметку, соответственно, расставить там знаки припинания, паузы и все прочее. Вот граф включает в себя уже инструменты для анализа как бы клиентских сессий. Он способен там выдать Мао, Дао и прочие очевидные метрики. В графе есть возможность посмотреть логи уже с конкретным клиентом в рамках работы навыка в продакшене. Вот. И дополнительная опция графа, что, в общем-то, в момент, когда становится понятно, что в нем стало тесно и нужно что-то большее, его можно автоматически смигрировать в сценарий кода. Ну, очевидные минусы графа. Вот сейчас, в данном моменте, невозможно создать кэнвасы на тифапы. Граф закрывает только сценарий чатапов. Понятное дело, что имейк для такого простого инструмента выставлено в некоторые значения разумные по умолчанию, подходящие для большинства кейсов, ну, с точки зрения выбранных моделей, их гиперпараметров. Вот. И у разработчика нет возможности это подтюнить, как, скажем, в коде. Вот. И последнее ограничение графа, что это инструмент однопользовательский. Не предполагается, что с графом в одну единицу времени над одним проектом работают два разработчика. Хотя мы и добавили возможность шарить такие проекты, ну, и работать, грубо говоря, по очереди. Следующий инструмент, вернее, даже два инструмента кода Brain, это как бы инструменты более серьезного и высокого класса. По сути, коды — это просто IDE в браузере. Код содержит внутри себя как бы собственный декларативный язык программирования, достаточно простой, там, порядка из десяти ключевых слов состоящий. Код позволяет делать вставки на обычном JavaScript. В общем-то, есть опция даже и не использовать DSL, а писать на чистом JS. Вот. Ну, и, в общем, для кода характерны все, как бы стандартные для обычной стендалон-DE вещи. То есть сценарий может лежать в внешнем GitHub-репозитории, не обязательно как бы его хранить вот здесь вот непосредственно. В код можно добавить нескольких разработчиков в один проект, они могут это делать одновременно, заниматься разработкой. Ну, в коде значительно, как бы более развито обстоят дела со встроенным ML. Соответственно, интенты, которые присутствовали и в графе, здесь дополнены алгоритмами слотфилинга. Соответственно, можно в рамках интента ожидать заполнения от формы, от пользователя какой-то формы, состоящей из именовленных сущностей разных типов. Ну, скажем, пользовательский интент посвящен, не знаю, там, кредитному ускорингу. Он спрашивает, под какой процент вы мне выдадите кредит. Соответственно, слотами этого кейса будут, там, не знаю, возраст, фио, там, работает ли он в банке, типа буллинг, вот и все прочее. Вот. Соответственно, внутри кода через Brain доступно достаточно большое количество встроенных алгоритмов для излечения именовленных сущностей. Их там в районе больше 20 штук. Вот. И для кода, так же, как и для графа, доступны возможности просмотра логов с конкретным клиентом, аналитики и всего прочего. Но дополнительно есть опция по диалогу с конкретным клиентом, посмотреть, как бы, тот результат классификации, который выдавал Brain, и в случае, если он нас не устраивает, как бы, прям из этой же интерфейса убедить его в обратном, что на самом деле этот запрос относится к другому классу. То есть, по сути, дообучить классификатор. Ну, для кода, как бы, снимается ограничение на поддержку Canvas и Native App. В общем-то, внутрь кода, как я уже говорил, встроена возможность исполнения произвольного кода на JavaScript. Это сделано в изолированном режиме. То есть, внутрь кода встроена собственная лямбда-среда исполнения, которая позволяет в рамках заданных ограничений с точки зрения процессора, памяти и времени, в общем-то, исполнять любой произвольный код, который делает плюс-минус что угодно. Для кода доступна возможность сессионного хранения произвольных данных в разрезе пользователя. То есть, если мы узнали что-то о пользователе в рамках навыка, то мы можем это сохранить непосредственно в коде. И при следующем запуске навыка эти знания не потерять. Минусы кода. Ну, очевидно, это чуть-чуть более сложный инструмент. У него несколько более сложная отладка, особенно если мы говорим о разработке native или canvas-сапов. И минус. Несмотря на то, что есть возможность подключать проект через гид-репозиторий, и, казалось бы, почему бы тогда мне не использовать вместо браузерной IDE как бы настольную. Но в данный момент отсутствуют какие-то плагины для распространенных IDE настольных с подсветкой синтекса и автокомплитом. Но в наших планах есть подобные работы. Эта схема, в общем-то, очень высокоуровневая и очень примерная архитектура в принципе того, как это все устроено внутри. Самый левый квадратик — это NLP-платформа. Она ранее у нас ни на каких метапах не светилась. В общем-то, задача — это не один компонент, а огромное количество самых разнообразных компонентов. Как бы основная задача NLP-платформы — это, по сути, все, что происходит до того, как вызван конкретный смартап. То есть это определить, какой смартап максимально релевантен пользовательской фразе, один он их там или несколько, какой сейчас фактически исполняется на поверхности, какая вероятность того, что вот эта фраза должна его там приостановить, и эта просьба переключения на другое, все прочее. Ну, плюс стандартный, всем доступный базовый, как бы, препроцессинг текста. Соответственно, с точки зрения смарт-маркета, это смартап-студио, это наши витрины инструментов с двумя опциями, графом и кодом. При том, что интересно, на самом деле сценарий графа — это всего лишь препроцессинг для кода. То есть результат работы в графе — это, в общем-то, совершенно валидный сценарий кода. Эта история развернута у нас достаточно во внушительном кластере из весьма большого количества нод. Соответственно, сценарий разворачивается, закрепляет за собой определенный диапазон нод, где он может быть развернут, и есть алгоритмы балансировки нагрузки, оркестрации, миграции данных, переключения на резервные плечи в случае падения одного и многое другое. Примерно по такому же принципу построено и Brain. То есть Brain — это, по сути, модельный реестр, за которым тоже стоит батарея из множества серверов, ориентированных на различные задачи ML. Небольшой анонс. В чатике до метапа был вопрос о том, в принципе, чем сейчас занята команда и какие крупные ближайшие вехи в наших планах. Как уже было упомянуто, это кастомные звуки, они станут доступны для всех наших инструментов, и в том числе для вовкуков. Мы планировали это вывести еще до Нового года, но эта фича немножечко задержалась, в общем-то, по достаточно разумным причинам. И задержка в реализации потом позволит нам решить одну из проблем, по которой сейчас все статические файлы, которые смартап использует в своей работе, должны быть заблаговременно выложены на ресурсы Сбердевайсов. Нет возможности использовать их просто с какого-то стороннего урла в интернете. В рамках реализации кастомных звуков эта проблема была как бы убеждена, и в дальнейшем она будет масштабирована на картинке. Также в этом квартале уже фактически в ближайшие дни у нас появится эмулятор в браузере. По сути, это отладчик, который позволяет посмотреть, как будет выглядеть смартап на конкретной поверхности, посмотреть логи, собственно говоря, тех сообщений, которые идут от платформы в сторону смартапа и в обратную сторону, и прочие вещи. К марту из наиболее крупных фичей у нас планируется асинхронность. В общем-то, я ее ранее уже анонсировал. Это возможность сценарию ответить через какое-то время, не обязательно в рамках заданного тайм-аута. И планируется серьезная работа по, в принципе, изменению подхода, выбора навыка. Мы хотим уйти от фразы «запусти» название и перейти к какому-то более вменяемому discovery. Апрель, соответственно, ориентировочная дата доступности на TFAP на широкий рынок. Они на самом деле доступны сейчас, но только крупным партнерам. И на прежде намечается достаточно крупный апдейт-код, который будет включать новый режим аналитики, перерисованный UI и серьезные изменения в NLU в лучшую сторону. Соответственно, май… Тут небольшой спойлер, что к май мы планируем расширить линейку своих инструментов, но не теми инструментами, которые именно адаптированы на создание диалоговой логики. А инструментами, которые тоже нужны для смартапа, но не про сценарий. И май, соответственно, дата доступности смарт-сервисов, которые были вышеупомянуты. Всем спасибо. По QR-коду можно пройти на смартап-студию. Сергей, спасибо большое. Присаживайся к нам. Стоя, некомфортно, да? Некомфортно. Пандемийный, привет. Как всегда, только хардкор. Круто. Нормально. Мы все ждали задать вопрос, там вопрос летел издалека. Вы обещали показать роудмэп. Вы покажете роудмэп. И тут последний слайд. Просто на. Пожалуйста, вот роудмэп. Два слова про код понятно. С брейном уже разобрались внешние разработчики? Ну, люди, которые разобрались с кодом, автоматически разобрались с брейном. Это как бы один инструмент. Они не разнесены на разные продукты. Класс. Ну, вообще, что популярнее всего из тех инструментов, о которых ты рассказывал? Ну, очевидно, что граф самый популярный. Ну, это в прежде очередь потому, что у него нулевой порог входа. Для него есть как бы предготовленные шаблоны. Ну, там вроде играют в города, там опрос для колл-центра и все прочее. Которые можно одной кнопочкой создать, посмотреть, что получится и как-то под себя кастомизировать. Этот инструмент значительно более популярен. Является ли твоей любимой игрой? Заходите смотреть на те смартапы, которые сейчас есть. Вот уже загружены. Мы некоторыми даже пользуемся. Вот команда очень любит, например, трезвый ежик. Трезвый ежик, да. А вот из тех, которые мы сегодня не упоминаем и не награждаем. Трезвый ежик — это, я так понимаю, когда уже вся работа сделана, когда уже все переклеено в раздел «Туду», из «Туду» в «Дан» переклеено, и теперь можно, значит, чужие носки на руку надевать. Я понял. А есть какие-то фавориты, вот с точки зрения инструментов, какие-то там нестандартные решения, что есть хорошего? Ну, мне нравится то, как у нас сделан супершеф. Он сделан тоже на коде. Это наш навык, посвященный рецептам готовки пошаговым, соответственно, с видеовизуализацией. Вот он один из первых навыков, в принципе, созданных на коде. Вот, и один из самых удачных. Как и технический, так, в общем-то, он продуктово получился очень интересным. Вопрос прилетел. Планируется ли запуск игрушек с ассистентом? Я так понимаю, что с ассистентами давно уже все играют по чуть-чуть. Ну, имеется в виду native app, в котором доступен голос? Да, планируется. Когда, кто, если вы уже пилите смартапы, напишите в чат, мы будем попробовать. Да, интересный вопрос, многогранный. Ты будешь еще на него отвечать? Это мне следующее нравится. Смотри, какой хороший. Будет ли открыт? А, игрушек имелось в виду, я понял, что имелось в виду. О, класс, проснулись, работай. Да, 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 да. Это не про то. Это про то, что Яндекс анонсировал. Это имеется в виду физическая игрушка, в которой устроена система. Нет, таких планов у нас пока нет. Но у нас есть другие планы. Ну, они... Суперинтересных фичей, в том числе, релевантных для детской аудитории. Так что ждите анонсов. У нас, в принципе, направление детских апов, развитые, там прекрасный продукт-оунер Анастасия, который готовит вам много интересного. Следующий вопрос вот мне понравился. Эмилоджик. Да. Можно ли смартап сделать с Эмилоджик? Будет, можно. Мы дадим такую возможность, и смартап можно будет делать не только на инструментах, которые, как бы, в рамках Сбердевайс, но и на некоторых инструментах, которые делают, в принципе, как бы сторонние компании на рынке. Да. Мы делаем минимально низкий порог входа и предоставляем самые удобные инструменты для именно наших ассистентов Салют. Но так как мы хотим дать возможность в нашего ассистента выводить разные смартапы, да, поэтому мы очень гибкие и открытые, и много для этого всего делаем. В том числе партнеримся, интегрируемся, поэтому и в документации про это упоминается, да. Но наши метапы как раз посвящены тому, чтобы рассказать о преимуществах наших инструментов, вот, и что особенно у них есть. Поэтому каждый из вас может выбрать что-то удобное для себя, да, взвесив все за и против. Ты понимаешь, что хочется очень сделать шаг назад и поговорить про игрушку с ассистентом. Мне ребенок подсунул динозавра такого, который в комнате стоит, все время ходишь, тебе кто-то в спину тычет. И вот позавчера я пришел уставший, я обнял этого динозавра и так и заснул, так и проснулся. А представляешь, вот… Сказки не хватало? Нет, мне почти сорокет, мне не сказка. Мне нужно, чтобы он бурчал и говорил, у тебя все получится. Нет, ты неудачник. Нет, у тебя не будет кризиса среднего возраста. Это называется проактивность ассистента. Мы над этим работаем. Вот, то есть в зависимости от того, как сильно я его, значит, обнял, когда засыпал, и в зависимости от того, какая у меня фаза сна, он же может мне на подкорочку, как в художественном фильме «Большая перемена». Я понимаю, что ты очень молодая, ты не видела его, но те, кто постарше, видели. Там на подкорку ночью все, что слышишь, записывается. И ты засыпаешь, а он тебе говорит, попробуй новую нишу. Попробуй сделать свой смартап. Можно прокомментирую? Вот ты упомянул игрушку, но есть разные роботы и прочее все такое, куда может быть, значит, синтегрированы смартапы. У нас очень много очень гибких историй, гибкие поверхности. У Сбера есть тоже и роботы, и много разных поверхностей. Мы поверхностью называем точку взаимодействия с клиентом. Вот, например, мобильное приложение Сбербанк Онлайн для нас – это поверхность, где живет ассистент Салют, семейство ассистентов. Умное устройство – это тоже поверхность. Сбербокс, Сберпортал. Вот робот какой-нибудь от Сбера тоже. И у нас такие кейсы уже были, есть и в работе. То есть поверхностей будет все больше и больше. Это я к тому, что аудитория Сбера, она уже 100 плюс миллионов экосистема. Мы в них уже впускаем народ. Сейчас мы будем давать такую возможность все шире и шире. Поэтому и роботы, и мягкие игрушки – это все недалеко, все очень близко. Так что твои идеи понятны, приняты. Спасибо. Иди работай. На смартапах? Хочется сказать, иди запиливай свой смартап. Хватит мне рассказывать то, что я должна делать. Смотри, Сереж, еще подоспел вопрос. Возможно ли в планах предоставление Аписбердевайсов для того, чтобы, например, разместить виджет смартапа на сайте, по аналогии с виджетами чатов ВКонтакте, тем самым популяризировать и монетизировать смартап? Если да, то по аналогии с той же целью можно было бы встраивать виджеты в мобильное приложение сторонних разработчиков. Сергей? Ну, я не уверен, что я не нарушу никакой НДА, но ладно. У нас есть такие планы. Запекайте, пожалуйста, сейчас все, что он дальше говорит. У нас есть такие планы. Планов много, да. Все, да? Это да. Даже можно больше. На самом деле, по сути, вот тот тестовый виджет, который появится сейчас в ближайшее время внутри смартап студии. Эмулятор. Эмулятор. Вот он… Не затейливый название. Да. Построен как раз, является MVP того самого виджета, который потом куда-то может быть встроен. Все делается не просто так, переиспользуется, универсальное все. Мы так любим и умеем. Мы скромные. И делимся своими планами. Все возвращаются к моим красным кедам. И, видишь, как. Будет ли редактор интентов для смартап API? Как в Алисе? Да, нет, не знаю. Отстаньте от меня. У меня много работы. Что еще? На самом деле, я так понимаю, что тут имеется в виду скорее интенты уровня NLP-платформы. То есть те, которые используются при определении выбора, как бы при вызове смартап. В этом случае, на самом деле, мы в эту сторону работаем. Потому что, как я уже сказал, есть желание отказаться от слов «запусти» и просто тупого названия смартапа. Перейти к какому-то более приятному для пользователя кейсам. Вот. Поэтому, да. Это то, о чем ты говорил сейчас, да? Да, в каком-то виде это будет доступно. Я не уверен, что это прям будет редактор интентов. Я тебе дополню даже. Спойлер есть. Что совсем скоро для тех смартапов, у которых очень звучные названия, например, «трезвый ежик», будем возвращаться к этому названию. Ну все, мы уже поняли, что фанаты сейчас свитера улетят. Я чувствую, с ежиком они изберутся. В общем, звучное название смартапов уже совсем скоро можно будет запускать, ну совсем-совсем. Без слова «запусти». Мы посмотрим, как аудитория салюта на это отреагирует и думаем об этом, и другие варианты рассматриваем. В общем, как сказал Сергей, это важная история. Она очень сложная на самом деле, потому что там есть пересечения технические, везде там есть email, поэтому наши специалисты трудятся, работают. Класс. Ну в таком офисе можно, в общем, и работать даже. Это правда. Сергей, спасибо большое. Спасибо.